Сегодня мы на выставке пчеловодства в институте Петра Ивановича Прокоповича около района Пирогова в Киеве, столице Украины Вот здесь выставка меда и мед из Бочанского района Житомирской области Владимира Михайловича Новоград-Волынского района А Владимир Михайлович Бочанский Как раз вот с ним было бы приятно взять такое интервью Владимир Михайлович, а вот как вы пришли к пчеловодству? Вот у вас уже много продуктов пчеловодства, а с чего вы начинали? Ложки можете выбросить Ну я начинал с того, что мой отец когда-то хотел заниматься пчеловодством И купил две семьи, но я еще был маленьким, мне было порядка 12 лет И отец не покормил их нормально, мы же не жили в Казахстане Он их не покормил и таким образом зимой кормил сиропом сахаром И они погибли И когда он плакал, мне уже пошла в голову мысль такая Как интересно познать бы их и как это так, чтобы они не погибали И вот так я протянул это все через свою жизнь В принципе стал уже серьезным человеком Начал заниматься пчеловодством, начал изучать Сначала много литературы, я много очень читал литературы И Петра Ивановича, и вообще всех, где-то попалась в руки Много их, и горшина, но всех много, короче, читал И Левицкого, какие-то попадались там рекомендации, ну все Ну всех старых пчеловодцев, и таким образом стал заниматься И сам стал изучать, но порой даже не попадало по литературе Так как пишет литература Теория есть, теория появилась, практика есть практика И со временем набрал практику, 20 лет, я уже, в принципе, практикую Свои опыты, я знаю, как это все, в принципе, ну и люблю пчел В принципе, меня продукция интересует, меня интересует больше пчел Даже больше пчел, вы с ними отдыхаете, можно сказать? Я просто люблю их, и мне главное, чтобы они были здоровы, крепкие, сильные И меня всегда, в том плане, я не держу слабых семей Стараюсь их, даже если что, объединять, только сильные семьи Здоровые, сильные семьи А продукция эта, поскольку, поскольку, как получается Это уже как следствие труда Это награда, в принципе Но у меня, я не люблю пчеловода, которые заваривают за продукцию И которые говорят, что качают большими едетами Я с такими, как правило, пчеловодами не соприкасаюсь Завор заканчиваю Я всегда люблю пчеловодов, которые заваривают за пчел Которые успокоятся за здоровье пчел Которые ведут правильное, грамотное пчеловождение То есть посечкуют грамотно, они здоровые у них, крепкие Не голодные, не обдирают пчел Вот это я люблю Когда породность, породность Покупать племенных маток, менять племенной состав, короче говоря Поддержит герафонд Когда нормальные, не допускают блуждающих раёш Чтобы в них не утекали, не убегали, не улетали Когда хорошие, продуктивные семьи, здоровые семьи Вот такая здоровая ситуация Заводить ветеринарные ситуации Пасеки, санитарно-ветеринарные ситуации Когда заботятся об чём А вот в этом году у вас раиды спелы, пытались улетать? Раились, раились Но у меня ещё за всю мою практику, за все мои года Первый рой у меня улетел И то в соседний дом, в подполье И я его достал туда После этого у меня ни один рой не улетел Вы его нашли всё-таки? Я его нашёл, я за ним пришёл Я выстрадал, но я его забрал И я их забрал Ну ни один рой мне за всю мою жизнь не вылетел Ну? А прилетают к вам? Я сирот, принимаю Маток забираю в сторону, пчёлы обрабатываю И стараюсь Сбоку, с торца У меня большая рамка ёмкая улья Сам сам делал По 40 рамок улья улья На украинскую рамку И именно на украинскую стандартную рамку Ну, перевернутая На данномской На блатах Ну, украинский лежак 40 рамочный Вот как этот стол, наверное На тёплый занос На тёплый занос Почти такой же Получается сзади места Я всегда на это место сажу рой И потом со временем определяю Как качество маток И уже отделяю и там всё Ага, а матку его удаляете И объединяете две семьи? Да, конечно Получается Подсиливают Только Влуждающего рая меня подсиливают Но Санитарно-митернано в состоянии я контролирую Чтоб не было Чтоб не было заноса болезнь Обязательно Да Ну, а матки смотрю Убираю, конечно Потому что Она ж не породистая Не своя Не моя Вредят, конечно То, что в плане вред Что много Заводят людей Пчёл Аборигенные ведут Племенной Фонд не поддерживает И получается Блуждающие Троятам понятно А трое Трутня И трутня тоже Некачественная От слабеньких семей Приходится чаще покупать Племенной фонд Менять Заменять Стараюсь Стараюсь Чтобы Раньше Начали Роение Чтобы Сила Раньше Была Развитие И быстрее Пошли в роение И быстрее Гуляли Ежегодно И маток Конечно Стараюсь Чтобы Прилетает И отсекает Ну Я еще Стараюсь Чтобы Не было Отсечения И чтобы Пчелы были Сытые Не было Такого Прерывания Яйцекладки Ограничения Яйцекладки Потому что Меня всегда интересует Сила Сила А вы успеваете Как-то контролировать это Сколько у вас Допустим Пыталось выйти В этом году Мне вылетело 18 18 Вы их вовремя Остановили Все Взяты Они Все Объединены Таким образом Выравнивание Я использую Как в медовых Роевых Роевую энергию А потом Роевая энергия Потом Роение Это природное Они должны Роиться Это их природа Она не может Роиться Роя надо использовать Роя были ранние Чтобы они были Перед основным Взятком В основном Взяток У меня малина Дикая Так я стараюсь Чтобы до малины Дикая Чтобы они уже Отроились И тогда Эти роя уже работают Или хотя бы во время Малины Когда уже малины Выделяют По моему региону Чтобы уже малины Когда выделяют Хотя бы в этот период Но не на конце малины А так Стараюсь Подгонять Таким 25 дней Чтобы сила уже Нарощено было До цветения малины В основном Я ориентируюсь По малине По дикой малине Ну да, еще по лесу Как раз и малина Я ориентируюсь По дикой малине Не по акации А акации рано А малина Дикой малины Где-то конец мая У вас тоже У вас тоже Наверное Малиновый мёд Я качаю Как правило Один раз Конечно Я качаю Один раз После спаса Как правило Вереского Даже вереского Он такой густой Наверное Мономеда Я люблю Полимеда Полифлёрный мед Я такой Пчел жалею Потому что они кушали Но не голодные были А как вы По своему Оту конечно скажете Ну работа пчеловода Нелегкая Нелегкая Конечно Нелегкая Это Кто думает Что поставил пчелы Так просто Это глупые люди Я считаю Пчеловод должен быть умным И не работать так как пчела Есть такая хорошая пословица Что Пчел лежать на теньку лежать Вот такой принцип Придерживаюсь Такого Петра Иванович Прокопович тоже учил Надо работать Самое страшное на пасеке Неробство Называется Неробство Пчеловод не должен быть неробным Он должен быть рабочим Рассчитывают на то Что где-то будет Где-то что-то Природа попустит Или пчела попустит Это наивным надо быть человеком Пчела ничего не попускают Природу тоже не попускают Надо быть рабочим Надо работать Тогда пчела И думать еще Сейчас биться головой обулик И работать И ходить за пчелой А вот молодежь все-таки Не хотят Пчеловоды обращают внимание иногда Мало Мало Даже те Которые брались Среднего возраста Люди Они ноги бросают Такое Отношение такое Я редко встречал фанатиков Редко встречал У меня по району Я могу сказать Таких порядок Двух-трех человек Могу назвать Которые истинные пчеловоды По душе, по духу По совести, по морали А в основном так А вдруг доход, доход Будет доход А может не будет доход А вот именно пчеловодов Которые можно разговаривать Душа в душу Именно как брат с братами Именно как человек Который именно Фанатично любит пчёл Таких порядка пять человек А у которого горят глаза Это вообще нет Пчёлы Они за мёд Которые интересуются Куда она летает Что она посещает Не просто так На гречку Или на полетён На липу Какие ещё цветы есть Какие рослины есть Какая медоносность Медотдача Как плывает климат Среди показники Суточные По поводу По погоде По погодной умове Триднюю погодную умову Впрочем Это надо быть Грамотным человеком А как они у вас зимуют? Зимуют прекрасно Прекрасно Как хорошо Подготовишь На улице Как подготовишь Так они зимуют У меня никогда не было Главный уход Правильно подготовить Правильно дать карма Не пожалеть Чтоб они были на хороших Кормах Хорошая вентиляция Не было грызунов Добротные улья Чёрные Перезимовы прекрасно Они прекрасно Перезимовы Ничего им не страшно Главное, чтобы не было сквозняков Ветров Щиты делали человека Укрываю пасеку Вентиляция была Верхняя нормальная Через верхний виток У меня верхний виток Не закрываю никогда Тёплый загон зимует У меня никогда не закрываю верхний виток У меня он Порядка 12 мм И 12 см шириной И 12 мм шириной Я никогда не закрываю Никто не закрывал Верхний Осокой Крыл сверху Купиктовал Даже на улице Без всякого амшаника На улице Никаких проблем Никаких амшаник Щиты очаретов поставил Накрыл Ответровый Поставил решетку к мишей И всё Пчелы обработаны Покормлены Матка молодая Матка молодая Правильно сформирована Гнездо Сила Достаточная Зимой Прекрасная И когда такого нет Чтобы я там Спасибо Очень интересно Спасибо Владимир Михайлович Очень интересно Желаю вам успехов Хорошего медозбора И здоровых пчел Которых вы так любите Спасибо Удачи вам Спасибо Спасибо Спасибо